Всем привет! У меня за окном лежит уже первый снег. На улице холодно, и поэтому сегодня у меня будет очередной обзор моих покупок в российских интернет-магазинах. В начале октября я заказала себе вот такой плёночный обогреватель «Домашний уют». Сделан он по принципу тёплых полов, только в данном случае это настенный обогреватель. Его можно смело вешать на любую стену. Он греет, но не обжигает. Я уже проверила, это действительно так. Вешается на стену просто как картинка. Причём именно вот этот обогреватель в магазине, он, грубо говоря, имеет два цвета. С одной стороны вы можете увидеть один из городов Канады в стиле башни, а с другой стороны райские острова. Тропические, тёплые, нежные райские острова. Поэтому от этого может сразу стать тепло и уютно дома. То есть вы можете даже выбрать, какую картинку себе повесить. Вот есть у вас настроение ночного города? Повесили город? Захотели в тропический рай? Перевернули? У вас тропический рай. Ну, прикольная вещь. Я с удивлением узнала уже после того, как я купила этот обогреватель, о том, что на нём можно сушить овощи, фрукты. Давайте посмотрим. Я там проводила эксперимент. Сушила петрушку с морковкой. Я решила посушить морковку и петрушку и заодно узнать, сколько на это понадобится времени. Высохла моя морковка с петрушкой. На петрушку ушло 2 часа, чтобы она полностью высохла. Вся хрустящая, зелёная. А вот на морковку понадобилось 4 часа. Она всё-таки была более такая влажная и толстая по сравнению с петрушкой. Но петрушка, в принципе, тоже была мокренькая. Но всё-таки это травка, а морковка – это морковка. То есть на морковку уходит 4 часа потёртую на крупной тёрке, а вот на зелень всего-навсего 2 часа, чтобы полностью высушить. Здорово! Вот так вот просто с помощью этого обогревателя можно ещё и высушить себе какие-нибудь заготовки на зиму. В общем, обогреватель мне очень понравился. Я им, конечно, ещё попользуюсь зиму. Возможно, потом вам расскажу, как и что с ним случилось. Но пока что на данный момент лично я очень довольна этим обогревателем. Вообще мы его брали себе в коридор, потому что я живу в доме, в котором в подъезде напрочь отсутствует отопление. И зимой из подъезда неплохо холодит. Поэтому он будет всё-таки висеть у меня в коридоре. Сейчас пока что висит в комнате. Я могу вам сказать, что комнату 15 метров он обогревает, прекрасно с этим справляется, мне очень нравится. И, допустим, вот если брать тепловые пушки, ну, понимаете, которые ветродуйки, они просто нещадно сжирают кислород, вот этот обогреватель мне нравится гораздо больше в плане обогрева. Но в комнату у нас ещё куплен масляный обогреватель, который, в принципе, греет точно так же, как и вот этот вот плёночный обогреватель. И что я ещё хочу сказать. Ребята, если кто-то захочет купить такой обогреватель, значит, смотрите внимательно. В магазине сейчас у них вся доставка идёт наложным платежом. Для меня лично это плохо. Я ненавижу доставку наложным платежом. Я такой человек, который привыкший, да, покупать товары и сразу их оплачивать, соответственно, оплачивать сразу всю доставку. Я предпочитаю сразу всё заплатить, прийти на почту и получить. Тем более, вот в моём случае сейчас у меня практически все посылки ходят получать ребёнок. Соответственно, доверять энную сумму денег ребёнку иногда страшно. Поэтому я связалась с менеджером магазина, попросила, чтобы мне написали сумму, сколько будет стоимость вместе с доставкой. Сразу оплатила на карточку, им денежку закинула. И мне эту посылку моментально выслали. Приехала она буквально за 5 дней. Ну, потому что Российская Федерация. Поэтому так быстро это вам не посылки из Китая. Собственно, если кто-то захочет, ссылочку я на этот обогреватель обязательно оставлю внизу в описании. Данный товар на данный момент могу порекомендовать. Но ещё, что из минусов. Что из минусов могу сказать? Единственное, что мне в нём не понравилось, то, что на шнуре нету переключателя включения-выключения. То есть, включение-выключение исключительно только в розетку из розетки. Вот этот момент мне не очень понравился. А в целом обогревателем я довольна. И, кстати, из магазина прислали какие-то интересные магнитные вещи. То есть, там на шланг одевается и воронка. Что-то, какое-то чудо, которое магнетирует воду. Ну, будем использовать, попробуем. Я потом расскажу. Может, там какие-нибудь чудо-ананасы вырастут, если поливать цветы таким способом. на подоконнике. Вот, не знаю, может быть. Но, в целом, в общем, обогреватель классный. Мне понравился очень. Собственно, на этом сегодня всё. Как обычно, всем желаю удачных покупок, мира и добра. И пока-пока. Так, тут у нас приехал обогреватель настенный. Сейчас посмотрим. Упакован хорошо. Так. Так, вроде больше ничего нет. Так. Так, это, по всей вероятности, воронка. Какая-то супер-мега воронка. Надо будет посмотреть, что это за воронка такая. Может быть, к мужу ему понравится. какое-то... Что-то странное такое. Так, ладно. Это подарок. Так. Домашний уют. Обогреватель. Так. Плохо, что нету вот этой пипки. Так. В избежание возгорания запрещается включать обогреватель в электрическую сеть в свёрнутом виде. Так, понятно. Так. Значит, полностью развернём. Так. Тут у нас город. Только большой. А тут у нас Пальма-море. Так. Сейчас посмотрим, как он достаточно быстро или он нагревается. Ух ты! Моментально! Нифига себе! Вот это да! Сразу же нагрев пошёл. Однако. Ну, он такой горяченький. Действительно невозможно обжечься. Круть! Мне уже нравится. Нагревается моментально. Ну что, попользуемся. Посмотрим, как работает. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова